Hello and welcome! This is Natasha Cooper, your Power English Coach. Здравствуйте, с вами Наташа Купер, автор системы «Влиятельный английский». Today is Thursday. Time to answer questions. Q&A Thursday. Сегодня четверг, время вопросов и ответов. Карина спрашивает. Здравствуйте, уважаемая Наташа, вопрос к вам о просмотре фильмов на английском. «Имею мнение о том, – пишет Карина, – что нужно смотреть только те фильмы, которые ты не видел на русском, потому что основная проблема изучающих английский, как и любой другой иностранный язык, по-моему, – это то, что мы мыслим на родном языке и пытаемся переводить. По поводу того, как с пользой смотреть английские фильмы для того, чтобы чему-то научиться, я говорю, я рассказываю в один из четвергов, и это видео называется «Как с максимальной пользой смотреть фильмы на английском». Я считаю, что знаете вы этот фильм, видели вы его на русском, не видели, никакого отношения не имеет к просмотру фильма на английском. Как его эффективно смотреть, я уже рассказывала, не буду повторяться. Вторая часть вопроса. Карина совсем о другом. Объясните, пожалуйста, фразу «cross your heart». Переводится как «положа руку на сердце», так считает Карина. Значит, Карина, это не так. Происхождение этого словосочетания, спрашивает Карина. «Cross your heart» – дословно «перекрести свое сердце». То есть побожись, не врешь, что правда, неужели, или как кто-то сказал на русском сленге «без балды». Вот что это означает. И пошло это от тех ситуаций, когда еще в старые времена, чтобы сказать, что, ну, честное слово, не вру. Говорили «cross my heart», и, соответственно, крестился человек, который говорил «cross my heart», и другой его спрашивал, или говорил «cross your heart». Ну, побожись, да, побожись, что это так, действительно так. Вот откуда это выражение идет. Но, кстати, хочу вам сказать. Да, «cross your heart», что в реальной жизни вы это навряд ли услышите. Если только где-то, в шутку, крайне-крайне редко. Поэтому надо понимать, что брать из фильмов, из книг, какие фразы брать, какие выражения брать, а какие нет. Это герои Марка Твена, Том Сойер и Геккель Берри Финн могли друг другу сказать «cross your heart». Ну, побожись, что не врешь. Мы так не будем говорить. Я сторонница живого разговорного английского. Английского взятого из реальной жизни. Надо всегда понимать, что фильм фильму рознь. Надо разбираться, что уместно говорить, а что нет. Я сторонница влиятельного английского. Такого английского, который поможет вам окружить себя союзниками. Поможет стать влиятельным в лучшем смысле этого слова человеком. Позитивно влияет на свою жизнь и на жизнь окружающих. Поэтому смотреть фильмы, во-первых, смотреть фильм имеет смысл тогда, когда, если вы начинающий студент, у вас есть зрительная опора, у вас есть текст. Ну, я не буду повторяться. Вы посмотрите фильм, посмотрите мое видео, как с максимальной пользой смотреть фильмы на английском. И тех из вас, кто по-настоящему хочет освоить английский язык, хочет узнать все мои секреты и получить серию бесплатных уроков, я приглашаю на вебинар «12 шагов к свободному английскому». До следующей встречи! С вами была Наташа Купер, автор системы «Влиять на английский». Обязательно поставьте лайк, если вам понравилось это видео, было полезным. Оставьте мне комментарий, какие еще вопросы вас интересуют, с чем я еще вам могу помочь. Если вы еще не подписаны на мой канал «Влиять на английский» с Наташей Купер, вы можете это сделать и первыми получать видео, которые помогут вам в жизни, работе, путешествиях с английским языком. До следующей встречи!